здравствуйте дорогие родители я очень рада видеть вас на нашем первом родительском собрании в новом учебном году а вас рада видеть на нашем youtube канале ну что ставьте лайки и погнали смотреть ой знаем и ваши эти собрания сейчас нас по три шкуры сдерут что мы и понять не успеем он в прошлом году три раза какой 37 раз скидывались на уборку школьной территории и шо как лежал мертвый голубь возле стадиона так и лежит ну вы же и так не скидывались на уборку не скидывалась и не буду школа у нас шо государственная вот пусть этим государство и занимается я своему никитки шо ручку купила купила две тетрадки купила пакет у нас еще с прошлого года есть шо тут остался один год доходит кстати по поводу этого у нас грядет выпускной а я говорю давайте у семёновых дома отметим у них как раз дома два санузла ну два туалета зачем на тот ресторан как раз этим пьянчугам будет держать я вас прекрасно понимаю но мы все равно будем собирать на шторы учитывая что с ними в прошлом году в апреле сделал матвейчук так что придется скинуться ребята напишите в комментариях как зовут главного хулигана в вашем классе то я лучше с окна скинусь чем на шторы не в тропиках живем не ослепну и вообще это матвейчук испортил шторы так что пусть его мама и покупает а чё это я должна шторы покупать мой данечка золотой ребенок кстати про данечку у нас в этом году будет новая учительница физкультуры а что василиса викторовна еще вожога вам да господи ну принес ребенок бензин в школу ну поджог спортзал ну это же дети они любознательны и что теперь ему после этого в четырех стенах сидеть да и по поводу четырех стен приходила полиция и составила протокол и сказали что если еще один вот такой вот случай то данечка ваш будет направлен в детскую исправительную колонию шестнадцатую да а что так это же мой дом родной я там родилась росла и даньку родила ладно дорогие родители прежде всего хотела бы искренне поблагодарить вас за активное участие в школьной жизни вот и я говорю что главное это участие не победа полина петровна когда уже в нашей школе отменят эту совковую систему оценивания каждый ребенок это индивидуальность и ни один учитель не имеет права оценивать детей а так это вы и есть мама коли павлюченко да мой ребенок год назад пришел после домашнего обучения и все у него стресс на всю оставшуюся жизнь потому что такие как вы полина петровна начали делать ему замечание и ломать его тонкую детскую психику я не могу не делать замечание когда ваш сын показывает голую задницу на весь класс он самовыражается я тоже считаю что замечание это не выход вот нам нужно более четкая и понятная система наказаний я предлагаю вернуть в практику розги ну елена семёновна ну розги это ж не выход ну хорошо согласна давайте так чем вам удобнее бить мою дочь ну вы только скажите я закуплюсь всем необходимым так давайте уже перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего собрания уважаемые родители я обращаюсь к каждому из вас и хочу вам напомнить а я бы хотела вам напомнить полиночка петровна это небольшая напоминалочка что это ну это так сказать инвестиции моего артемку шоколадка в обмен на хороший табель ну что вы ну я не могу взять вот так а не возьмете а мне показалось по вашему загару что вам понравилось в этом году в турции отдыхать я имела ввиду ай 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 нельзя давать взятки вы что останьтесь после собрания мы на эту тему с вами очень серьезно поговорим а конверт пусть пока вот у меня полежит ой я после собрания не могу будем директрисе новый холодильник устанавливать в учительской да в какой учительской дома конечно говорят в этом году она будет приемной комиссии в экономический университет она там местечко мне помешает понятно уважаемые родители я бы хотела поднять вопрос школьной формы школьная форма это обязательно я считаю а то побряжаются в черт пойми что понимаете ходят расфуфыренные одни помадки и свиданки в голове кто же об учебе будет думать и вообще полина петровна когда уже в школе будет книжный клуб но мы с вами еще в прошлом году этот вопрос решили кроме вашей дочери в этот книжный клуб никто не ходил она одна ходила группа не набралась поэтому мы его и закрыли никогда не поверю что на всю школу не найдется хотя бы 10 человек которые любят умберто эко роза максимовна я боюсь что даже на весь город не найдется 10 человек который его хотя бы знаю вот из-за таких как вы полина петровна страдают лучшие умы нашей страны у моей кристиночки знаете 10 призовых мест на районных конкурсах 15 на областных и 12 на городских она вундеркинд единственная без парня в классе что ничего ничего дорогие родители нам очень важно сегодня решить какие учебники мы закупим для английского ну если покупать давайте уже не позориться и будем заказывать в европе мы с моим бэби вчера вернулись из юсэй и знаете что наша школа конечно очень отстает ну и в чем она отстает у нас прекрасный коллектив педагогов он конечно прекрасный но нищий вы закладываете в голову наших детей бомжатское мышление как потом моя бикуленька будет миллиардершей ведь ее целый день окружает вайб бедности вы в столовой бывали вообще там не лобстеров не омаров не трюфелей там даже икра ну я сначала обрадовалась думаю слава богу завезли хоть немного осетрины а потом я узнала что икра баклажановая вы всегда можете пойти в частную школу может ну там я не смогу всех унижать и чувствовать себя лучше других а это базовый принцип моего существования у вас получается так что мы решаем по поводу шторы учебников кто еще не высказался папа миша васильева что вы думаете папа миша васильева шо кто здесь я же сказал что два пива и домой боря где вы на школьном собрании обсуждаем вопросы перед началом учебного года точно ну моя ж дочь дочь моя красавица и вообще дай бог не долгих лет жизни у вас сын у сын да сын молодча вот такой вот вот такой пацан как его ж там ну этот мишенька михасик кровинушка моя вы только не забывайте ребенка забирать со школы ну хоть иногда потому что он же весь июнь в кабинете литературы прожил потому что вы уехали а ключи от квартиры ему не оставили ну я это думал что на каникулах то дети сами куда-то самоорганизовываются что что это за запах кажется мы горим да точно горим возможно это мой нет только не это но он обещал ну коридоре подождать так всем сохранять спокойствие пойдемте через левое крыло на выход а разве мы не должны предупредить других учителей а это тут только вероника евгеньевна а мы с ней боремся за должность зауча скажем что выгорела на рабочем месте исти человек который его